Друзья, добрый день! Сегодня у нас такой смешанный выпуск, в нем смешается ряд наших аппаратов. Во-первых, конечно, немного про один, на который я приехал, надо заняться. И во-вторых, естественно, про наш Феникс, который стал Фениксом. Естественно, про Ниву, которую надо разбирать, которую надо готовить к покраске. И все это понемногу в сегодняшний выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok И большая, тоже наклонная. То есть еще и эту. Не, будет некрасиво. Резиночку прям плотную. Обладатель. Пойти на мусорку, купить какой-нибудь хороший уплотнитель и все. Ну, это тоже, да, типа люк, вот тоже дверной уплотнитель. Тоже купить нормальный человеческий уплотнитель. Мне это... Все это явно идет винтом. И нам, конечно, если лезть, то лезть глубоко. Доставать отсюда вот этот вот германин, под которым как раз виднеются те конструкции, которыми когда-то это усиливали все. Че там тебе не нравится? Кнопки. А, кнопки вот эти вот. Вообще не нравится. Причем тут кнопки, а тут этот самый. Тоб хотел сказать, вот, липучка. Купить липучку. Проклеить липучку. Вот на липучке держится вот эта фигня. Вот, знаете, фигня у нас держится. Хрен ты ее оторвать уж не можешь. Оно нужно решить. Там, тем более, во-первых, она старая. Во-вторых, она более узкая. Когда вы ее будете разбирать? Ну, по-хорошему, можно ее уж сейчас начать подразбирать. Но перед этим надо поменять масло в 11-й. Потому что масло уходит где-то через какой-то сальничек. Надо посмотреть, откуда оно течет. Чтобы ничего не доливать, заодно его и поменяем. Заезжай! Так, ну тут все чисто сверху. А снизу что-то где-то подкапывает. Чуть-чуть у меня в гараже все время появляются маленькие точечки. Что-то где-то какой-то сальничек правит. Сейчас тут машина с фонариком, я нырну. Как бы это не из-под прокладки вообще такого. У меня еще в багажнике лежит целый мешок запчастей. Из России привезенный. На который я хочу сделать отдельный обзор. Так. Привычно упало на защиту что-то. Там на защите обычно у отечественных машин можно найти целый набор инструментов. Целый чемоданчик можно из головок и гаечных ключей собрать, когда снимаешь защиту. Да, то есть это чисто декорация. Гениально. Ну да, масло льет точно отсюда, сверху. Под крышкой мне кажется. То есть поменяем масло, помоем и потом посмотрим свежачок. Перед обзором всех запчастей, которые я привез, которые я еще сам не разглядывал, это отдельная тема. Фильтр у нас будет оригинальный. Не какая-нибудь там подделка, а фильтр очистки масла. 2101-15. АК, Калина, Приора, Гранта, Нива, Лада Веста, Лада Икс Рейд. Фильтр тоже поддельный, посмотри. У меня есть не поддельный, если что, оригинальный, Невский называется. Да он чистый вообще. Он поддельный, видишь, сделан в Испании. Опять тебе не слава богу. Все поддельное поставили в машину. Ничего оригинальное, экономили на запчастях? Да. Я все купил оригинальное, я не экономил. В Невске, конечно. Офигенно. Дошло до славы. Такого мотора не видели никогда. Да это обычный мотор, просто у него 16-клапанная голова. А так обычный вазовский этот мотор, который школьники перебирают. Не было такого у нас. Я не видел. Головы такой не было. Ну, может, такого не было. Сколько я их перебирал. Сколько я их имел. Какая в жизни получила. Какое ты масло будешь рыть? 10 на 40? Не, я бы залил чего получше. Я 30? Да. Надо его мойки помочь. Ничего я не буду. Масло темное. А когда мы ее брали, оно было светленькое. Почему я не стал его сразу менять? Не то, что я там это самое. Машина издевался. Оно было светленькое. Вообще, его вот прям буквально только залили недавно. Я думаю, что мы залили его и давно, но оно еще, по крайней мере, не укатанное. Ну, в хорошем состоянии. Ну, это ж не дизель, с другой стороны. Оно и должно быть. Нормальный масло. Масло нормальное. Масло далеко не мертвое. Я думаю, что оно даже еще по пробегу свое не выходило. Может быть, по времени только. Что не надо? 5 на 30. Погуще оно, получше работает. Все это, блин, 5 на 30 для турбины, блин. Тут же нет турбины. Турбины нет, она планируется. Ну, когда планируешь, то и поменяешь. Не, я хочу синтетику. Как бы у меня есть такая бзик такой на эту тему. О, есть. Чудо аппарат, Слава, мне показал. Купили. Еще не пробовали. Говорит, в китайском магазине сколько стоил? Так, 2 евро, 3 евро. Определяет, сколько воды, содержания, гигроскопичность тормозной жидкости. Ну, капец наши тормозные жидкости. Менять надо. Ну, это, кстати, логично. Я думаю, никто никогда в жизни не менял. Ну, а давай в какой-нибудь машине однозначно нормальный проверим, в свежей. С этой все понятно. Учитывая, что все наши машины, которые тут стоят, довольно старые и дряхлые, самая свежая тормозная жидкость однозначно в славиной машине. Потому что это самый свежий автомобиль, который у нас есть. На самом деле, Слава менял, говорит, тормозную жидкость где-то год назад. Сейчас посмотрим, китайский аппарат врет или нет. У тебя такой бачок, как омыватель. У меня норма. То есть он чуть-чуть желтеет, но чуть-чуть совсем, да? Ну, тоже пора уже. Ну, не знаю, значит, пора. Хотя, раз в два года же надо менять. По-моему, у нас еще и климат здесь влажный. Ну, у нас влажность большая. Да. У испанцев вообще, то есть скажешь, когда ты менял тормозную жидкость, любой испанец просто пальцем у виска покрутит, скажет. Никогда не менял. Зачем ее менять? Она у меня не ломалась. Тоже точно не оригинальный. Сейчас проверим. Фильтр совсем свежак. Десятый месяц 2017 года, октябрь. Партия 179. 100 лучших товаров России. Ты понимаешь, что 100 лучших товаров России? Я бы хотел посмотреть на весь список 100 товаров. Хотел сказать. Если среди них, там что еще? Туалетная бумага, колбаса и шампунь. Что там еще? Фильтр для ваза. Один из 100 лучших товаров России. Но это сильно. Но там контрафакт. Контрафакт по-любому. Поэтому ее и снять не можешь. Плювась. Главное, чтобы в тазик. 100 лучших товаров Германии. Против 100 лучших товаров России. Вальтор. Вот такое, друзья, масло льет. Слава с Валтасом в гаражах у нас. Потому что покупают его оптовым. Я так понимаю, количеством. На какой-то базе вы берете его? На заводе. Решили залить 5W3С на заводе прям. Хорошее масло. На основе мобил. Оригинального масла, к сожалению, привезти не удалось. Больно тяжелое. Запрос на ЧАЗП-то отправим. На АвтоВАЗ? Да. На ООН нельзя. Так уже она не на гарантии, пофигу. Придется серьезному ремонтировать. Подольем. Подольем. Академия. ПОДПИСМЕНТО. ПОДПИСМЕНТО. подключил сейчас ребят возможно узнаем тайны мадридского двора но мы не в мадриде и покупали ну где-то неподалеку румыны же отпилили нам лампочку чек-энжин и даже было подозрение что они отпилили разъема бд мы реально вы не могли найти но все-таки нашли где-то в глубине он там заодно нашлась регулировка руля по высоте я даже не знаю что она здесь у меня есть хотим почитать какая ошибка все-таки мне вываливается что за причина потому что чек-энжин нет-нет но вываливается только не гаси ее потому что если ты сейчас погасишь сразу она появляется не сразу надо на машине поездить так нормально километров через 50 она выскакивает в каком-то определенном режиме движения вот два блок 1 датчик 1 то есть у нас ошибка получается p04 22 p01 34 и p01 35 но потом надо будет более подробный поизучать да ты сейчас брось ее поездим пока чистеньким ошибки запомнили потом почитаем по ним что с ними и как стер и тишина так почитаем здесь чем можно вообще в ней посмотреть ты пока посмотришь а я пожалую силен на продавцов щитка приборов ребят купил щиток приборов на авито вы не смейтесь только сразу понятно наверное да результат ну кроме того что у нас не горит одно окошко купил я ради двух окошек у меня два щитка приборов к этой машине один был в придачу сломанный один нормальный я хотел чтобы меня здесь была температура хотел датчик температуры еще сюда поставить дополнительно сейчас минус 40 показывает потому что он отсоединен нормально показывал скорость но только наверное в течение первых там не знаю 100 километров потом он стал зависать вот сейчас он завис на 160 потом он может зависнуть на 80 может вообще лечь по кругу и до следующего обнуления щитка приборов то есть его можно либо обнулить резетом и сделать есть такая процедура либо скинуть аккумулятор когда он возвращается на ноль какое-то время работает потом опять приходит такое состояние потом уже приглядевшись близко к самому стиль стекло я увидел что вот здесь вот маленькая дырочка просверлено таким чем-то каким-то тоненьким сверлом я думаю что то пытались разбирали когда-то метили это окошко снимали стрелки может быть еще что-то делающим с ним колдовали так что привет продавцам с авито у тебя есть чем стекло обезжирить у меня еще очень важная задача одна есть заказал на алиэкспрессе для наклейки буду сейчас комбинировать одна наклейка вот такая вот вагон мафия но это как бы я слышу это 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 машина в наклейке вот такая красно очень хорошо олицетворяет сразу понятно есть клей я хочу скомбинировать вагон мафии я убираю естественно у меня будет короче только вот и вот это вот машинка то есть наклейки чисто для своих испанцы они не поймут в чем в чем дело ну какой-то герой-герой волк какой-то мультиволик уцел ну и пользуясь случаем так как мы тут крутимся вокруг вы наверняка заинтересуетесь мерседесом видите у нас стоит мерседес слова вчера его покрасил и это наш такой эксперимент по покраске в хамелеон это краска который привезли из москвы она приехала вместе с моими запчастями есть какая-то фирма в москве которых продает и нашему товарищу одному открасили эту машину причем машина недорогая изначально и в общем-то никто особенно не заморачиваться сильной и подготовкой может быть есть какие-то по ней косяки но в любом случае это была экспериментальная серия чтобы понять как вот у нас красив хамелеон вообще в хамелеон никто в испании не красит но по крайней мере в нашей местности точно никто не красит может где-то больших городах мадриде в барселоне считается это мега эксклюзивом такие машины конечно испанцы на них головы сворачивают кстати хотел с вами тоже посоветоваться стоит ли него красить в какой-то цвет необычный я не говорю конечно вот эти вот какие-то вот такие попугающие цвета фиолетовый красный розовые такие яркие хамелеоны есть мысли покрасить ее в белый цвет но с легким отливом на солнце то есть на солнце эта машина будет идти такой в золотой отлив а в темноте она будет обычная белая мнение разошлись половина говорит что должна быть чистая белая классика а половина говорят что но машина красивая сама по себе оригинальная как кабриолет и конечно колхозить не надо все оставим в оригинале никакие тюнинги на нее ставить не будем такие знаете нелепые там бамперы еще что-то хотя есть на эту ниву такой тюнинг называется икра у испанцев это огромные массивные бамперы спереди какие-то решетки такие алиповатые и они считают что это красиво но мне это откровенно не нравится мне нравится оригинальный стиль нивы единственное на что я готов пойти возможно на цвет кузова вот такая друзья у нас получилась спонтанная серия она не связана ни с каким проектом детально так получилось что мы распланировали надписи на лодке поменяли масло в 11 потому что его просто необходимо было поменять потому что она у меня подтекала и я не знал какое масло подливать хотел сделать это в общем-то без всякой камеры но получилась небольшая серия так что едем сейчас на мойку помою немножко двигатель у 11 для того чтобы отмыть все следы старого масла подтеки посмотреть откуда масло праве но пасаран всем добра а